Рассказ Михаила Пришвина «Старый гриб» Была у нас революция в 1905 году. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом. «Скажи, брат!» — спросят его. «Где?» — и назовут улицу. И брат ответит, где эта улица. Пришла Первая мировая война 1914 года. И слышу, говорят ему, «Отец, скажи!» И стали не братом звать. «Отцом!» Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на белые серебряные волосы и говорили, «Ты что ж, отец, стал мукой торговать?» «Да нет!» — отвечал он. «Серебром!» «Но дело не в этом. Его настоящее дело было служить обществу. И еще он был врач и лечил людей. И еще он был очень добрый человек. И всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при советской власти. И слышу однажды на улице, кто-то его останавливает. «Дедушка, дедушка, скажи!» И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой. Так вот все время и проходит. «Да просто летит время! Оглянуться не успеешь!» «Ну, хорошо!» Я продолжаю о друге. «Белеет и белеет наш дедушка!» «И так наступает, наконец, день великого праздника нашей победы над немцами!» «И дедушка, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком, и дождя не боится!» «Так проходим мы к площади Свердлова и видим там за цепью милиционеров вокруг всей площади войска!» «Молодец к молодцу!» «Сырость вокруг от дождя!» «А глянешь на них, как они стоят!» «И сделается, будто погода стоит очень хорошая!» «Стали мы предъявлять свои пропуска!» «И тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то озорник!» «Наверное, задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть!» «Увидел его озорник, моего старого друга под зонтиком, и говорит ему...» «А ты зачем идешь, старый гриб?» «Обидно мне стало!» «Признаюсь, очень обидно!» «Я тут рассердился!» «И цап этого мальчишку зашиворот!» «Он же вырвался, прыгнул как заяц, на прыжке глянулся и удрал!» «Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти мальчишку и старый гриб!» «Но когда я пришел домой и прилег отдохнуть, старый гриб мне опять вспомнился!» «И я так сказал невидимому озорнику!» «Зачем же молодой-то гриб лучше старого?» «Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других новых грибов!» «И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю!» «А было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки!» «День был теплый и даже парки, когда грибы лезут из влажной теплой земли!» «Такой день, бывает, ты все дочисто выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же с того самого места опять собирает!» «И берешь, а грибы все лезут и лезут!» «Вот такой и был теперь грибной парки день!» «Но в этот раз мне с грибами не везло!» «Набрал я себе в корзину всякую дрянь, сырояюшки, красноголовики, подберезники, а белых грибов нашлось только два!» «Будь бы боровики и настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом!» «Ну что делать, понужденно кланяешься и сыроежке!» «Очень жарко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри, и до смерти пить захотелось!» «Но не идти же в такой день домой с одними черными-то грибами!» «Времени-то было впереди еще много, чтобы и поискать белых!» «Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежонки или просто даже потные места!» «Того мне пить хотелось, что, пожалуй, даже и мокрый землицы попробовал!» «Но ручей было очень далеко, а дождевая туча еще дальше!» «До ручья ноги не доведут, а до тучи не хватит рук!» «И слышу я, где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит!» «Пить-пить! Пить-пить!» «Это бывает перед дождиком!» «Серенькая птичка-дождевик пить просит!» «Пить-пить! Пить-пить!» «Вот дурочка!» — сказал я. «Так вот тебе тучка-то и послушается!» «Поглядел на небо! И где тут дождаться дождя-то?» «Чистое небо над нами! И от земли пар идет, как в бане!» «Эх, что ж тут делать-то как быть!» «А птичка тоже по-своему все пищит!» «Пить-пить! Пить-пить!» «Усмехнулся я тут сам себе!» «Что вот какой я старый человек! Сколько жил!» «Столько видел всего на свете! Столько узнал!» «А тут просто птичка! И у нас ни одно желание!» «Дай-ка!» — сказал я себе. «Погляжу на товарища!» «Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике!» «Поднял одну веточку!» «Ну вот и здравствуйте!» «Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу!» «Посередине ее две березы!» «А под березами пень!» «И рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка!» «Она такая огромная!» «Каких в жизни своей я еще никогда не видел!» «Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх!» «И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом еще наполненная водой!» «И повеселела у меня на душе!» «Вдруг вижу!» «Слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком тюк в воду!» «И головку вверх, чтобы капля в горло вошла!» «Пик-пик!» «Пищит ей другая птичка с березы!» «Листик там был на воде в тарелочке маленький сухой желтый!» «Вот птичка клюнет, вода дрогнет и листик загуляет!» «А я-то из оконца вижу все и радуюсь, да и не спешу!» «Много ли птички надо?» «Пусть себе напьется, нам хватит!» «Одна напилась, полетела на березу!» «Другая спустилась и тоже села на край сыроежки!» «И та, что напилась, сверху кричит ей!» «Пик-пик!» «Пик-пик!» «Вышел я из ельника так тихо!» «Что птички не очень меня испугались!» «А только перелетели с одной березы на другую!» «Но пищать они стали неспокойно, как раньше, а с тревогой!» «И я их так понимал, что одна спрашивала, выпьет!» «Другая отвечала, не выпьет!» «Это я так понимал, что они обе обо мне говорили и о тарелке с лесной водой!» «Одна загадывала, что выпью я, а другая спорила, что нет!» «Выпью, выпью!» «Сказал я им вслух!» «Они еще чаще запищали свое!» «Выпьет, выпьет!» «Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды!» «Конечно, можно было очень просто сделать, как делают все, кто не понимает лесной жизни!» «И в лес приходит только, чтобы себе взять чего-нибудь!» «Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сароежку!» «Поднял бы к себе!» «Выпил бы воду!» «А ненужную ему шляпку от старого гриба шмякнул бы тут же о дерево!» «Вот и удаль какая!» «А по-моему, это было просто неумно!» «Ну вот подумайте сами!» «Ну как мог бы я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички?» «И мало ли кто пил без меня!» «Я вот, я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь!» «А после меня опять дождик нальет и опять все станут пить!» «А там дальше уже созреют в гребе семена споры!» «Ветер подхватит их и рассеет по лесу для будущего!» «Эх, видно, делать нечего!» «Покрехтел я, покрехтел!» «Опустился на свои старые колени и лег на живот!» «По нужде, говорю, поклонился я сыроежке!» «А птички-то! Птички играют свое!» «Выпьет, не выпьет! Выпьет, не выпьет!» «Ну уж нет, товарищи!» «Сказал я им!» «Теперь больше не спорьте! Теперь я добрался и выпью!» «Так это ладно пришлось!» «Когда я лег на живот, то мои запекшие губы сошлись как раз с холодными губами гриба!» «Но только бы хлебнуть!» «Вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в грибное блюдце паучок!» «То ли это он поплавать захотел, то ли ему надо напиться!» «Эх, сколько ж вас тут желающих! А ну тебя!» «И в один дух выпил всю лесную чашу до дна!» «Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал!» «Но рассказ о старом грибе — это только начало моего большого рассказа о лесе!» «А дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды!» «Это будут чудеса! Не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие!» «Как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни!» «Но только часто мы, имея глаза, их не видим, а имея уши не слышим!» «Прощение с мною» «Прощение с мною» «Ну и везде и везде и везде и снять вас вместе!» «Но только Yoga!»